Приветствую вас дорогие подписчики и зрители моего канала меня зовут Валда и сегодня мы продолжаем прохождение замечательной игры которая называется Life is Strange ну что же прошлой неделе у нас была без новых серий и тут стоит оговориться собственно что мне пришлось через многое пройти чтобы продолжить поснимать эту игру дело в том что у меня в очередной раз не сохранились сейвы и мне пришлось по новой перепроходить все мать его 9 отснятых серий это был просто трэш ну вот но я писал в группе вконтакте кому интересно найдите пост посчитайте подробности почему так случилось и как ну а собственно мы продолжаем в итоге все таки дошел до того же самого места где мы остановились немножко не так у меня получилось пройти допустим в самом начале помните когда нас этот декан или кто там спрашивает типа что ты делала в туалете в итоге он стучал на Нейтана все таки хотя до этого я не стучал но это пожалуй единственное такое глобальное отличие в основном все я старался делать так же как и было раньше ну что же продолжаем с того же самого места где закончили ты меня перепугала полегчала немного спасибо что помогла просто дай мне минутку слишком много экшена для аркадии или не достаточно но это весело страшно и глупо но весело сообщи когда тебе станет лучше боже здесь силы правда что ты делаешь с моей головой хорошо что я снова в норме мне лучше поговорить с хвоей ну что же давайте собственно поговорим какие проблемы у нас с вами просто немерено какое-то количество записи в дневнике на самом-то деле куча куча всего ну ладно фиг с ним давайте пообщаемся после с ней взгляните на нее у нее пистолет в руках а она все равно расслаблена что ж похоже ты готова рвать и метать я что-то не уверена ты боишься неприятности опасть ох хны хнык макс боится я же знаю ты справишься а я здесь чтобы направлять тебя дай мне повод гордиться тобой сестренка эй это же тельма и луиза или бонни и клайд не мешай нам фрэнк о прости хлоя не буду мешать вам налаживать вузы я слышал выстрелы и треск стекла так что вы играете с оружием очень мило вспоминая о себе ваши годы между нами нет ничего общего чувак нам обоим нужны деньги а у тебя дела еще хуже ведь ты мне до хрена должна не так ли хлоя получишь ты свои деньги разве не все так говорят типа даже когда они намели но строят из себя крутых что там у тебя малышка покажи откуда у тебя этот браслет от друга и это не твое мать его дело сейчас твое дело это браслет рэйчел какого хрена он у тебя делает не могла бы ты угомониться это был подарок да нет ты врешь ты украл его немедленно отдай его мне лучше тебе отойти иначе ты пожалеешь об этом красавице я ручаюсь за свои слова ты хочешь чтобы я тебя порезал куриц пожалуйста пожалуйста отойди назад шутить вздумала? отпусти его да пошел ты к черту вот же ржака что в меня я запомню тебя я запомню тебя малышка я запомню как ты меня чуть не застрелила ты будешь мечтать чтобы мне отшибла память потому что я ничего не забываю у тебя есть время до пятницы и не вздумывай выкнуть такой номер снова иначе это будет твой последний раз в следующий раз не забудь изредить пушку недоноски прости ты офигенно спасибо что ступилась за меня идем моя секретная оберача сегодня не слишком секретная по крайней мере Фрэнк ушел больше он к нам не прикопается ему нужны только его деньги господи я чуть не дострелила этого мужика теперь он будет еще опаснее для меня и Хлои да это будет иметь последствия но я пожалуй не буду менять свое решение потому что таким образом мы по крайней мере пугнули ничего себе откуда у Фрэнка браслет Рэйчел нам нужно будет об этом поговорить но сейчас лучше идти за Хлоей да на самом деле и вправду откуда у него этот браслет это тот самый чувак помните который мы увидели на стоянке перед собственно Аркадия Бэй то есть перед этим ущебным заведением вот и потом еще перед закусочной сколько там китов три кита или два кита называлось Хлоя ждет чтобы прогуляться нам обеими помешало бы развеяться я до сих пор не могу поверить что ты наняла ствол на Фрэнка это было эпично это было ужасно я рада что он оказался не заряжен ты можешь тогда и друг от мототемии засадить ствол Фрэнку в зад у тебя есть сила ну и жестокая же ты не упади я рада что ты была рядом думаю я тоже Хлоя зачем ты вообще связываешь с такими странными неудачниками как этот Фрэнк это так странно давай передохнем и я расскажу ну как будто в другом мире да? ну вот так бы всегда можем построить новый пиратский форт подальше от остального мира нам нужна новая секретная база по крайней мере Фрэнк бы нас не нашел ты в порядке Макс? правда Хлоя это пугает что если Фрэнк попробует выследить нас? прости но Фрэнк не такой жесткий каким кажется все что его интересует бабки, манатки и его шелудил и пес Хлоя ты видела что произошло? чуть его не застрелила я знаю что могу мотать временно но Хлоя это не игра хватит оружия я в курсе Макс эти безумства для меня теперь в порядке вещей поэтому я и планировал свинтить из Арказии обыденно сплотившись с Фрэнком теперь расскажи мне что конкретного между вами происходит кстати какая у него фамилия? Фрэнк Бауэрс он простой наркоторговец траву мне подгонял тот самый косячок помнишь? короче были у нас некоторые мутки мутки? ты же не про... нет у нас не было секса какая мирность подруга он даже не подавал знаков я просто совершила ошибку когда заняла денег чтобы мы с Рэйшел могли рвануть отсюда и все? нет я хочу узнать откуда у Фрэнка взялся браслет Рэйшел какие у тебя мысли? я уже не знаю у меня от всего этого кипит мозги клизма в мозг не помешала бы так странно говорить с тобой обо всей этой хрине мы не тусили вместе с тех пор как были подростками а все как будто вчера было вот бы с Рэйшел вас познакомить думаешь мы с Рэйшел могли бы подружиться? не такие уж вы и разные она разбиралась разбирается в искусстве плюс она такая же занута как и ты мы бы все были подругами навеки я знаю она наверняка такая же крутая как ты мы обязательно познакомимся я не сниваюсь рядом с Рэйшел мне всегда становится лучше думаю не предложу почему а Керуак знал романтику путешествий постоянного движения свист поездов по ночам взгляните-ка на нашего убитника лучше бы я была хорошим фотографом так ты же прекрасный фотограф просто перестань бояться идеально ну начинается опять приходы офигеть конечно представляете какая буря надвигается на этот маленький городок макс помоги мне достряла держись Хлоя что-то шум поезд проклятие твою же сж мать Хлоя найди что не освободи меня твою дивизию Что? Птичка? Я не хочу идти туда. Да хорошо, не иди. Давай же, Макс, поторопись. Я пытаюсь. О, точно, стрелка. Или подожди, хотя там стрелка тут не при чем, наверное. Ну, давайте попробуем. Пожалуйста, вытащи меня. Я даже миометр заделать его не могу. Вот дерьмо. Быстрее, что там? Открыть. Хорошо, она не заперта. Лучше найти инструмент, чтобы перерезать их. Мать твою, инструмент. Поезд приближается, Макс, пожалуйста. Вот черт, не поддается. Твою мать, твою мать. Пожалуйста. Прошу. Монтировка. Ну, черт. Не-не-не, пожалуй, мы отмотаем немножко времени и дадим нам еще. На этой красотке я точно найду применение. Так, быстрее, монтировочкой. Монтировочкой искал, что ты? Есть. Так, отматываем снова. Быстро, быстро, быстро. Инструменты. Да, блин. Отлично. Вот они, кусачки. Я пернастоящий Магайвер. Давай, потом будешь... Выйду и тут же войду. Все просто. Давай, давай, бегом, 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 бегом. Какой? Не важно, красный режь. Пожалуйста, говорит. Офигеть. Офигеть. Желтый. О, этого еще не хватало. Так, не то, да? Зеленый, значит, соответственно. Давай, 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 давай. Дурацкий семафор. Так не пойдет, зараза. Не, значит все правильно. Значит красный надо было с первого раза резать, потом постановлен трубильник. Красный, быстрее. Теперь ты нужный провод, это она же сказала же. Давай, давай. Да, у меня получилось. Ух, мать твою. Фух. Жесть, ты в порядке? Ты снова меня спасла. Охренеть. Мы теперь навеки связаны. Черт, и два пронесло. Не рада, что я затащила тебя в такие безлюдные две дебри на краю света? Было круто побывать в твоем бежище. Но мне нужно вернуться, пока я начну здесь следующие пары. Раз уж ты настаинственный супергерой, я буду твоим верным спутником и соратником. Сомневаюсь, что мои способности вечно хлоя. Ну и ладно. Зато мы вечно. Мы будем вечно. Да уж. Но это было близко. Это было на грани. Спасибо, что подвезла меня, хлоя. Как раз успеваю я на пару по искусству. Спасибо, что поехала со мной. Извини на то, что было так скучно. С нами никогда не случается ничего захватывающего, правда? Слушай, твоя сила должна быть как-то связана со вчерашним снегопадом. Это могло бы объяснить твое видение про торнадо. Объяснить? Ну что? То, что снег предвещает громадное торнадо, которое сотрет Аркадия бы из лица земли? Ты обкурилась. Очнись, Макс. Ты уже дважды спасла мне жизнь. Ты изменила мою судьбу, свою и еще многих людей. Ты знаешь, что такое теория хаоса? А ты что можешь знать о теории хаоса, мисс? Я ненавижу математику. Прошло пять лет, засранка. Некоторые вещи меняются, а у тебя здесь идеальный шторм на радость квантовой физики. Почему я? Я же обычный гиг из небольшого городка. Идеальный пример странных аттракторов. Во что, ничему не учат Блэкфелли? Торнадо, перемотка времени, долбанный снегопад. Привет, Термагеддон! Так, давай отрывемся с твоей силы напоследок, рок-звезда. Как вы и сказали, профессор Прайс. Супергерою нужен напарник. Как эта неделя может быть одновременно и дерьмовой, и одной из лучших в моей жизни? Потому что мы снова в деле. Продолжение следует... У меня есть пара минут перед уроком Джефферсона, так что мне можно немного побродить тут. Ну, давайте тогда со всеми пообщаемся, еще какие проблемы. Ну, Джастин Бибер... Джастин Бибер всегда выглядит накуренным. Жестко. Будьте нормальной, то, что я мечтал пустить такую массовую тусовку. Клуб Циклон, вечеринка, конец света, бассейн, Блэкфелл, четверг. А это случится, по-моему, в пятницу, да, враган? Или все-таки... Как раз-таки в четверг. Мне не очень хочется идти на эту вечеринку, ведь там будет Нейтан Прескотт. Иначе конец света и правда настанет. Конец света, да, как символично, учитывая, что торнадо надвигается на город. Ладно, ректор? Сэр? О, привет, Макс. Я надеюсь, ты не будешь снова умнее внушать своей сомнительной истории про вчерашний инцидент с пистолетом. Сомнительная история? В Нейтан действительно был с собой ствол. Вы с ним уже поговорили? Да, он очень оскорблен этими обвинениями. И я не виню его. Как только у меня появится серьезное такое айтиство, тогда и поговорим. А теперь лучше соточиться на своей учебе. Мне трудно соточиться, когда я напуган. Прошу, не говори так. Здесь Блэкфелл нечего бояться. Наш начальник охраны работает над тем, чтобы повысить уровень безопасности в кампусе. Я видел, как вчера мистер Мэдсон приставал кейт Марш. Погоди, ты понимаешь в щелке загвоздка, Макс? Возможно, только вот вряд ли мы думаем об одном и том же. Как вижу, это объяснение смущения может обвинять кого-то в самых ужасных деяниях. Сначала Нейтан, теперь мистер Мэдсон. Кто следующий? Извини, нам нужно идти на совещание. Да и пошел ты к черту. Готов поклясться у ректора Уэллса вечно, так увидеть, будто он чем-то сильно встревожен. Тревор рассматривает свои владения. Так, внутрь мы пока не пойдем. Ну, здорово, родной. Вот бы понять, что он замышляет на самом деле. Извините, мистер Мэдсон, я помню, что вчера я немного погрячился в комнате Хлои. Это правда была твоя марихуана? Да, я уже сказал, что моя. Да, моя. Вы прекрасно знаете, что марихуана практически легальна в Орегоне. Я могу спокойно достать ее тут, в Блэквилле. И что же вы сделаете, мистер Мэдсон? Арестуете меня? Даже я не такой уж и урод. И прости меня за вчерашнее. Я был неправ, но очень расстроен. Может, для тебя трава это мелочь, но у Хлои были с ней проблемы. Вы же не ветеран войны, а она не опасна для вас. Если бы она была мне безразличной, я бы не тратил на нее свое время. В ее возрасте я устраивал проблему похлеще, она выше этого. Да и все остальные дети тоже. Так же, как и Кейт Марш. А что насчет Кейт Марш? Ты заступила за нее в весьма неудачный момент. Пойми, Кейт это отдельный разговор. Кейт не сделала ничего плохого. Макс, дело не только в Кейт Марш. Мой долг обезопасить всех учащихся в Академии Блэквилл. И тебя тоже. Одних лишь камер наблюдения будет недостаточно. Но и петиции мисс Гранта недостаточно, чтобы найти всех пропавших студентов. Разве это не ваша ответственность, раз вы что тут начальник охраны? Разве что, если вы знаете о Рэйшел Эмберт, то чего никто не знает больше. Я больше не хочу с тобой ругаться, да и вообще ни с кем. На этом все, Макс. Ну, все так все. Повезло же мне, что я поступила сюда. Академия Блэквилл, наше прошлое и твое будущее. С 18 века Академия Блэквилл гордо носит уникальный статус школы искусств и науки. Мы рады, что ты с нами. А я-то как рад. Блэквилл очень серьезно относится к плаванию, но выдры и правда милые. Вперед, выдры! Закарий постоянно выглядит так, будто он сейчас метнет куда-то свой мяч. Привет, Зак. Здорово, Макс. Как непривычно видеть тебя без камеры. Я делаю фотографии и без фотоаппарата своими глазами. Не сомневаюсь. Слушай, можешь не говорить всем об этой херне с Виртом и Викторией? Не буду. Виктория только это и надо. Да, но я заметил, что Виктория любит устраивать драмы, даже если это выходит ей боком. Странно. А ведь ей не на чем этого делать. Вот это я и не понимаю. Она сексуашная, богатая, не без таланта. Ей что, мало? Ну ладно, увидимся в пятницу на игре, Макс. Посмотрите на все эти трофеи. Все это благодаря Бигфутам. Они и правда наступают. Они делают стомп. Они делают стомп. Так, ну туда меня не пускают. Можно много узнать о школе, просто взглянув на расклеенные здесь плакаты. Величайший певец из Орегона ищет величайшего гитариста для создания чумовой группы, которая снесет башку всему миру. Источники вдохновения Ramones, The Shins, Beatles, Ramones, The White Stripes, Ramones, The Smiths, The Foo, Ramones, The Style Council, Ramones и Lady Gaga. Для связи такой-то номер Стив Хэкниен. Никаких звонков до 16 и после 18.35 по будням. Грустно, одиноко, плохо. Помолитесь с нами изучением Библии по воскресеньям в полуимбиротеке Аркадия Б. И мы будем рады представителям всех религий. Будьте счастливы. Плавайте как выдра. Путин учитель в отставке. Бывший чемпион лично научит вас рассекать воду, так что ваша внутренняя выдра будет вами гордиться. Для подробностей обращаться к Майклу Баренщи. Продается почти новый планшет, на котором есть 5 гигабайт фотографий кошек. Ха-ха-ха. Ммм, да уж. Очень круто, конечно. 5 гигабайт фотографий кошек. Кто-то и правда верит в эту херню? Хватит быть лузером. Здесь происходит все самое нереальное. Не пропустив этот четверг 10 октября, крупцы клонов, вечеринка, конец света. Здрасте, девчульки. Здравствуй, старый кореш. Тоже со мной говорить не хочешь? Жаль. Так, ну мужской турет нас явно не пустит. Кстати, кстати, что тут нифига? Так, ладно, это мы уже считали. Присоединись к нам или умри. Не стой в сторонке, вступай в циклон. Скоро. Кортни готова на все ради Виктории и Клуба Циклон. Привет, Кортни. Чао, Макс. Ни никаких фото, пожалуйста. Мне нужно составить список гостей на вечеринку Клуба Циклон. Серьезно? Ой, как будто тебе не все равно. Я не против вечеринок. На то, срепосему, ты настроена против моды, а у клуба довольно строгий дескот. У тебя хоть платье есть? Извини, но неплохая попытка. Еще разок. Так. В циклой я нарекаюсь и поделил дресс-код. Как видишь, мне нужна пара сайтов по поводу того, что мне надеть. Спасибо, Макс. Я не думала, что мод тебя интересует. Знаешь что? Я запишу тебе список гостей, и перед самой вечеринкой я могу дать тебе пару сайтов. Круто, спасибо, Кортни. Все информации по поводу вечеринки я тебе скину позже. Ну что же, вернусь к своему списку. Вот это я понимаю, а это другой разговор. Стоит сходить. Вдруг что нового узнаю. Глобальное предупреждение. Странный снег. Вчерашний необычный снегопад был еще одним сигналом, что климат меняется. Присоединяйтесь с другим студентом факультета Блэквилла на вечеринке. На встрече для обсуждения, что ты можешь сделать, чтобы предотвратить второй линейковый период. Кабинет науки, понедельник, 19.00. Да уж, второй линейковый период. Не совсем. Так, ладно, вроде как больше тут ничего интересного нету. Я сейчас сижу в лаборатории научной фантастики, и я не Кот Шердингера. Сейчас зайду. Сиддаун. Так, ладно. У меня есть теми, можно проедать ворона, посмотреть, как он вживается в роль. Сейчас проеду, и сначала только со всеми пообщаемся. Люк постоянно использует свой телефон как средство защиты от других людей. Молодец, Люк. Джулетта ластится к Закаре как только может. Правильно, начал обвинил его в том, что он там подругу свою отшпехал. Вот, видим, кабинет науки, да? Ну да, так оно и есть. Мисс Грант. Мисс Грант такая классная и умная, идеальный пример учителя. Здрасте, мисс Грант. Забавно, а как раз думал о тебе, Макс. Жаль, что ты не подписала петицию, каждая подпись возна, твоя даже могла стать решающей. Черт, а я реально не подписал, уже получается, я случайно просто не глядя нажал блинтовую дивизию. Фигово. Да, фигово. Как проходит ваша компания? Тут не хватает тех, кого это должно доводиться, но давай не будем тыкать пальцем в небо. Многие предпочитают смс-ки писать вместо того, чтобы подписывать петицию. Именно так нас и пытается от всего этого отличить. Никто не заметит всех этих камер на каждом шагу. Кому-то нужны эти камеры не ради чего-то плохого. Но такие люди, как Дэвид Мэтсон, хотят их использовать не в целях всеобщей безопасности. Боже, я не такая, как он, мисс Грант. Я понимаю, Макс, но нам нельзя допустить, чтобы в Академии Блэквилла докатилась до такого. Все, я могу перестать думать об осенних пейзажах, которые я хочу запечатлеть. Ах, мое любимое время года. Мне нравится наблюдать, как наступает осень. Весь кампус как будто преображается. Мистер Джефферсон обожает делать снимки этих волшебных мест. Наверняка вы уже хорошо знаете мистера Джефферсона. Разумеется, он талантливый художник и потрясающий учитель. Несмотря на то, что я подподобиваю этот бой дольше него, он оказал на всех куда больше влияния. Должна признать, осень еще не совсем наступила. На что возможно согреть на черчашнее у снега? Это мое научное объяснение. Климат может измениться и безо всяких научных объяснений. Хотя, кто-то может осматривать эту ситуацию с другой стороны. Простите, мисс Грант, но мне нужно идти. Иди, Макс, скоро мы снова поговорим. Очень скоро. Это была угроза? Я выучил ваш предмет. Тошнет мне угрожать. Ладно. Думай, мозг, думай. Так, ну пока он там думает, давайте прямо посмотрим сначала на Брук. Брук всегда потворяется, будто меня не существует вовсе. Но почему? Привет, Брук. Привет, Макс. Что, ежедневной ретиной занимаешься? Как там твой кодрокоптер? Мисс Грант заметила, как я испытывала его на парковке. Она так волнуется из-за этого наблюдения и прочей хрени. Будто я следила за Уорном и его новой тачкой. Уже прицепила к нему GPS? Я доложила тот, который вам при... Ненавижу просто так уходить, но не буду тебе мешать. До встречи. Блин, не успеваю на этот текст читать, потому что слишком он быстро бежит, поэтому, друзья, вы уж не обессудьте. Но я думаю, что смысл все равно и мне, и вам остается понятным. Вещи для химии. Принеси мне мозг, Игор. Мистер Чародейс, головопогруженный в процесс. Привет, Уоррен. У тебя все хорошо? Выглядишь так, будто ты совсем запутался в своих же мыслях. Серебряный молоток Максвелла, а это вовремя. Мне нужна твоя помощь с одним экспериментом. Раз что меня просить о помощи будешь, значит ты в жопе. Мне нужно добавить либо калий, либо натрий. Решать вам, доктор Макс. Хорошо, натрий. Мне кажется, что... Пагнатрий. Пагнатрий? Боже, ну у тебя есть шутки. Ну ладно, Макс, приняла решение. Натрий так натрий. Блин, ничего, никак, не. Ладно. Значит, не натрий. Не знаю, почему ты позволяешь мне решать, но погнали. Калий так калий. Если ты окажешь справа, то заработаешь бесплатные обнимашки. Все разумею читала, мать твою. Ну ах уж эта наука. Ну, надеюсь, ты твой и добивался, собственно. Ну да, я ученый. Ладно, ученый. Развлекайся, я пошел. Хотел бы иметь с собой мини-оррена, который бы... Вперед в будущее. Академия Блэквилл верит, что будущие поколения мечтателей должны знать как науку, так и искусство, чтобы развивать свои таланты и знания. Наш факультет и учебные планы одни из самых разнообразных в мире. Ваше будущее начинается здесь. Так. Еще у нас там шкафчики нового. Ну, вроде как, не еще. Меня так бесит, что каждый может гонять в мой шкафчик. А почему он, кстати, красный? Он тут не так уж у многих. Красные шкафчики. Мне нравится, что я его... Но нет, дело не до циклона, не до всего остального. Я умный, Максвилл. Поговорим позже, окей? Окей. Что происходит? Чего ты опять плачешь? Зачем? Вот в мое положение никто не входит. Совсем никто. Господи, что с ней? Зачем ты ее обидел? Мистер Джефферсон. Так, понятно. Наверняка, Джефферсону приходится иметь дело со многими проблемными студентами. Извини, Макс. Можно тебе на минутку? Конечно. Все в порядке. Ты выглядишь так, будто чем-то взволнованно. Извините, беспокойся ты, мистер Джефферсон. Меня беспокоит лишь тот факт, что ты никак не сделаешь свое фото. Итак, что я могу для тебя сделать? Это между нами. Я очень беспокоюсь за Кейт Марш. Это не тайна. Все уже в курсе насчет небольшой вчерашней перебалки между вами с Кейт и начальником охраны. Я вступилась за Кейт, когда Дэвид Мэдсон за нее на нее набросился. Она этого не заслужила. Конечно, не заслужила. Мистер Мэдсон не самый добрый человек на свете. Но у тебя есть доказательства? Вы что, не верите моим словам? Единственный раз, когда я решала не делать снимок. Всегда делай снимок. Моя первая правила фотографа. И Макс? И Макс, я обещаю. Это непримерно будет обсуждено на совете. Думаю, ты уже знаешь про это видео. Она напугана всем этим. Даже домашнее задание выполнять не может из-за того, что жизнь превратилась в сплошную... в пытку. А что, если Кейт сама виновата во всем этом? У нее хорошее намерение, но у меня такое ощущение, будто она что-то скрывает. Ты говорила с ней? Да, сегодня я говорила с ней по телефону. Она сейчас нуждается в друзьях и поддержке. Я не хочу, чтобы Кейт Марш стал новой Рэйшел Эмбер. Рэйшел Эмбер? Да какое отношение она имеет к ситуации с Кейт? Довольно трудно не думать о ней, когда все эти плакаты о розыске пропавших высят чуть ли не на каждом углу. Я тоже скучаю по Рэйшел. Но подумай о себе, Макс. Ректор Уэллс рассказал мне о том, что по твоим словам ты видела... Ну, типа преступление, короче. Да давайте сольем, может, она до конца этого Нейтана, ублюдка. Это действительно предошло. Вчера Нейтан Прескал притащил ствол в женский туалет. Довольно серьезное опьянение, Макс. Выходит, что вы мне не верите? Я бы ни на что в жизни не стал такую выдумывать. Я надеюсь, Макс, но это легко, обвинять кого-то во всех грехах. Если мистер Мэдсон заявит, что это наркоторговец, что он и сделал, то стоит ли верить ему? Слушайте, может мне... Прошу прощения, Макс. Алло. Да? Минутку. Мне нужно ответить, а ты пока иди в класс, и скоро вернусь. Ну вот и поговорили, собственно. Да уж. Ладно, фиг с тобой. Стелла вполне умно поступает, дерется подальше от всей этой ерунды. Думаю, у меня вышло время для того, чтобы сдать фото на конкурс. Ирония. Похоже, Алиса и правда живет только ради занятий. Так, ладно. Не сейчас, Макс, я пытаюсь духовно равновесие, типа... Постичь все дела. Дэниел всегда уступает роли стороннего наблюдателя. Чем занимаешься, Дэниел? Все жду момента, когда смогу нарисовать Дану после того, как Хейден уже угомонится. Добросок Дана выглядит просто потрясающе. Дэниел весьма хорош в этом. Дана позирует. Довольно сложно не любить Хейдена, потому что ему просто на все насрать. Я сейчас занят, Макс. Дана уже готова к своей минуте славы. Нет времени на болтовню, Макс. Я тут позирую. Мне нравится творческая антура Тейлор, но не ее характер. Нет времени на разговоры, Макс. Художник творит. Макс говорит, просто маленькая, длинная, такая, тихо-тихо, она может нас послышать. Поверить не могу, что реактор еще не исключил его после рассказанного мною. Тише, Виктория, у нас тут завелась супер-ябеда и обманщица. Ты что думала, что мы станем лучшими друзьями на всю жизнь или типа того? Вовсе нет, Виктория. Макс так и норовит быть в центре внимания. Кому как ни тебе знать. Можно сесть? О, пожалуйста, можешь с офис делать запечатлеть этот момент. Так что да, Макс, я тебя не забуду. Да, пошел ты нахер, придурки. Ну что ж, ладно, на этом месте, я думаю, что можно, друзья, закончить, в принципе, сегодняшнюю серию и продолжить в следующий раз. Я надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и забывайте про комментарии. А для вас, игралокомментировал Валдай, это была игра Life is Strange на Эпик Тайп. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok